Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Подтвердили бюджет, изменили генплан и в городе появятся новые парки. Об этом сообщили на заседании городской думы. Беречь природу, кто и почему нарушает природоохранное законодательство. Главная новогодняя красавица появилась на центральных площадках города. Поблагодарили за сотрудничество. Сотрудники налоговой службы отметили работу телекомпании «Город» и подвели итоги за 9 месяцев. Изменения в генплане города, появление новой зоны городских парков, скверов и бульваров, строительство жилой зоны. Это только часть тем, которые обсудили на очередном заседании Рязанской городской думы. Валерий Седов продолжит. Территорию бывшего кинотеатра «Москва» перевели из зоны городских парков, скверов и бульваров в зону прочих обслуживающих и деловых объектов. Сделано это для того, чтобы реконструировать здания для размещения здесь дворца торжеств. Территорию в районе Песочни перевели в общественно-жилую зону. На земле площадью 25 тысяч квадратных метров планируется построить жилые здания эконом-класса. При этом будет благоустроена и прилегающая территория. Размещены детские площадки и площадки для занятия спортом, открытая автостоянка и многое другое. Изменения в генплан Рязани внесли и в отношении дома 29 по улице Некрасова. Две функциональные зоны объединят в одну. На этом месте запланированы работы по созданию и благоустройству парковой зеленой зоны. Согласно изменениям, принятым в правила землепользования и застройки, на улице Новоселов вместо застройки многоэтажными жилыми домами создана зона городских парков. Ранее на этом месте организовали зеленую зону «Маминсквер». А на платных парковках появятся бесплатные места для инвалидов третьей группы и тех, кто их перевозит. Завершилось заседание вручением почетной грамоты Владиславу Фролову, который сегодня последний раз участвовал в работе Думы в качестве депутата. Напомним, он возглавлял Рязань с января 2016 года по сентябрь 2018 года, а затем стал депутатом Рязанской городской думы третьего созыва. Однако принял решение сложить свои полномочия. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская поблагодарила Владислава Фролова за вклад в развитие Рязани. В ответном слове Владислав Фролов пожелал своим теперь уже бывшим коллегам плодотворного труда в интересах города. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Управление Росприроднадзора подвело итоги работы за 9 месяцев, а также познакомило бизнес-сообщество с нововведениями, которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Какие нарушения уже нашли и к кому у проверяющих органов остались вопросы, знает Галина Кудряшова. Нарушения законодательства об охране окружающей среды выявляют регулярно. Только в этом году Росприроднадзор оштрафовал бизнесменов на 2 миллиона 99 тысяч рублей. Вынесено 9 решений суда в общей сложности на 17 миллионов 700 тысяч рублей. 76 объектов поставлено на учет, им уделяют повышенное внимание. На публичных слушаниях управление Росприроднадзора подвело итоги работы за 9 месяцев. Мы объясняем предприятиям, малым предприятиям, юридическим лицам, малому-среднему бизнесу, какие изменения в законодательстве, что у нас делалось в прошлые годы, что делается сейчас, как работать предприятием, чтобы не было штрафов, чтобы не было нарушений, чтобы сохранялась окружающая среда. Одним из самых громких дел стало загрязнение реки Керть. Напомним, что Министерство природопользования уже выписало штраф почти 4 миллиарда предприятию в Михайловском районе. Ранее здесь проводилась проверка состояния рек Керть и Амшанка, которые впадают в Пронское водохранилище. Пробы брали дважды в октябре и несколько дней назад. В основном БПК, жиры. Происхождение их, оно то же самое специфично может быть от той продукции, которая предприятие в процессе своего производства. Сейчас за ситуацией следят в динамике. Проверка была и по многочисленным жалобам жителей на состояние воздуха. Выбросы в атмосферу фиксировали в Дашково-песочни, Конищево и Гороще. Люди жаловались на запах сероводорода, газа и фекалий. Мы в данный момент времени, в данное место, мы выезжаем и отбираем пробы атмосферного воздуха. Полученные пробы передаются, результаты полученных проб передаются в управление Роспроводнадзора. Но, насколько мне известно, превышений существующих санитарных норм по тем или иным веществам не было обнаружено. Последним громким делом стали жалобы на Красный водоем около поселка Искра. Специалисты подтверждают, что это сложная система очистки, в результате которой в открытом водоеме отстаиваются сточные воды. Оформился как водоем. Это технологический пруд. Рядом деревья растут, трава. То есть сбросы, они не настолько серьезно влияют на окружающую среду. И действительно он приобрел вид такого прекрасного озера. Но периодически возникают такие явления. Похоже, водоем есть в поселке Строитель, где вода проходит очистку в каскаде прудов. Стоит отметить, что в целом политика государства стала более лояльной к владельцам бизнеса. Если в 2015 году проводилось 77 плановых проверок, то в этом всего 18. Зато число внеплановых по обращениям жителей достигло 108. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Вручили награды лучшим сотрудникам и подвели итоги работы за 9 месяцев этого года. В Управлении Федеральной налоговой службы России по Рязанской области состоялась расширенная коллегия управления, посвященная профессиональному празднику. Подробности далее. Рязанское управление Федеральной налоговой службы занимает четвертое место в ЦФО. Показатель достойный, как и результаты работы. Поступление в бюджет страны по итогам 9 месяцев этого года составили почти 40 миллиардов рублей. Это на 7% выше, чем в прошлом. В Рязанской области в этом году отмечен рост промышленного производства, строительной отрасли, розничной и оптовой торговли. В этом году на 1,2 миллиарда рублей выросли поступления НДФЛ, в том числе за счет налогового администрирования. Более 300 миллионов рублей поступления обеспечено дополнительно за счет налогового администрирования. По результатам работы межведомственных комиссий по регализации налоговой базы ведутся зарплаты ниже среднеобластного уровня. Заслушано более полутора тысяч работодателей. За счет увеличения налоговой базы дополнительно поступило до 6 миллионов рублей. Перед налоговой стоят задачи по улучшению бизнес-климата в регионе, росту поступлений в бюджет. Необходимо продолжать активную работу по обеспечению своевременного поступления налогов в консолидированный бюджет, добиваться 100% показателей. Одним из важнейших направлений современной деятельности остается борьба с серыми зарплатами, предоставление налоговых преференций инвесторам, легализация объектов налогообложения и противодействие незаконному обороту и производству контрфактной продукции. На расширенной коллегии лучшим сотрудникам налоговой вручили ведомственные и региональные награды. Также отметили средства массовой информации, освещающие работы ведомства. Грамота получила наша телекомпания. Дина Исляева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Рязанцам выделят деньги на оборудование для перехода на цифровое телевидение. Об этом сообщили в региональном правительстве, где обсудили переход на цифровой формат вещания. Так, на сайте пресс-службы Комбина сказано, что компенсация будет доступна малообеспеченным жителям области, чьи доходы ниже прожиточного минимума. При этом компенсация на покупку и установку спутникового оборудования для жителей населенных пунктов, где нет другой возможности принять цифровой сигнал, составит 6 тысяч рублей. На приобретение приставки – 2 тысячи рублей. Сказано там же. Со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты населения региона Елены Карпенко. Если вы еще не получили водительские права, самое время это сделать. С Нового года в России подорожает обучение в автошколах примерно на 10%. Повышение цены будет за счет того, что теперь ученики автошколы будут сами оплачивать бензин и часы занятий по вождению. Некоторые специалисты полагают, что причина не только в этом, но и в ожидаемом – повышение цен на ЖКХ и бензин. На сегодняшний день средняя стоимость обучения в автошколе составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Подготовка к Новому году началась. В Рязани установлены 20 новогодних елей. Планируют заливать катки. Подробности далее. Лесные красавицы уже радуют жителей города. Новогодние ели по традиции украсят главные городские площади, театральную и Победы. Кроме того, их установят и в спальных районах. Пока игрушками и гирляндами украшать не будут, праздничные убранства появятся во второй половине декабря. Мы закупаем игрушки, 350 штук примерно, новые шары, так как они приходят в негодность, они и падают, разбиваются. Поэтому мы в этом году закупаем шары. Все остальные гирлянды у нас все в исправном состоянии, они все в рабочем. Елки также хорошие все у нас, поэтому мы все оставляем по прошлому году. Бесплатные катки в этом году зальют на Лыбецком бульваре и здесь, на Площади Победы. Когда можно будет кататься, пока неизвестно. В дирекции благоустройства говорят, все зависит от погоды. Лесопарк станет в этом году новой площадкой, где будут отмечаться праздники. Здесь 15 декабря заработает новогодняя деревня. Планируется, что сюда будут приходить письма Деду Морозу и Снегурочке. В лесопарке зальют каток, установят две горки для детей и взрослых. Дина Ислеева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Помощник в болезнях. В крестовозвиженский храм Рязани принесены мощи великомученика и целителя Пантелеймона. Все желающие могут поклониться святыне до 4 декабря. После чего их вернут в Иоанна Богосовский монастырь. Подробности далее в сюжете. Татьяна Монакина и трудится в крестовозвиженском храме, и является прихожанкой. Она признается к помощи великомученика и целителя Пантелеймона. Обращается часто. Прибегаем к нему в молитвах, вместе, не только по очереди, как мы приходим, но и как бы соборно вместе молимся на молебне. Батюшка читает акафист. И вместе молимся, просим помощи. Святой родился и в языческой семье в Некомедии. Свою жизнь он связал с врачеванием. Он стал христианином после того, как увидел ребенка, погибшего от укуса змеи. Он начал молиться ко Христу с просьбой оживить ребенка. Так, по его молитве случилось чудо, и младенец воскрес. Сам святой пострадал за веру. По указанию императора Максимилиана Пантелеймону отрубили голову. Сейчас святыня находится на Афоне. По словам клирика крестовозвиженского храма Рязани Иерея Владимира Ермакова, подвиг святого служит примером и сейчас. Мы, во-первых, должны честно, открыто проповедовать себя, позиционировать себя как христиане. Мужественно проповедовать Христа, где мы только можем это сделать. Частица мощей была принесена из Зеяна Богословского монастыря, где находится постоянно. Архимандрит Авель Македонов доставил мощи с горы Афон. И у множества рязанцев появилась возможность поклониться святыням. Очень большой поток посетителей к нам. Люди приходят. Даже некоторые просто становятся, здесь читают Акафис на коленочках со свечечкой, получают исцеление. Частица мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона пробудет в Рязани до 4 декабря. Мария Руда и Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Пользоваться всеми банковскими услугами, не выходя из дома, теперь возможно. В рязанских отделениях почтобанка открылись точки, где можно сдать биометрические персональные данные для подтверждения личности. Как работает эта система в нашем следующем сюжете. Сейчас сдать образцы лица и голоса можно в более чем 120 отделениях почтобанка в 83 регионах страны, в том числе в Рязани. Все, что нужно – иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги «Паспорт» и «СНИЛС». Сама процедура занимает не больше 10 минут. Эксперт клиентского центра почтобанка делает фото и записывает голос. Любовь Александровна, сейчас для того, чтобы осуществить запись голосовых данных, нам необходимо будет предсочетать с вами данные строчки. Здесь расположен набор цифр. Читаем спокойно, отчетливо. Любовь Косачева пользуется услугами почтобанка уже 4 года. Оформила себе карту, здесь получает пенсию. Сейчас сижу с внуками и времени катастрофически не хватает. Поэтому вот услышал, дети порекомендовали вот эту биометрию. Поэтому пришла вот, хочу оформить и воспользовалась этой услугой. После сдачи биометрических данных можно пользоваться услугами всех банков, подключившихся к единой биометрической системе, дистанционно открывать счета, переводить деньги, открывать вклады и многое другое. Удобно для жителей нашего города будет тем, что один раз сдав и пройдя эту процедуру, больше клиент банка может не приходить в офис банка, а все услуги и операции банка получать дома. Почтобанк одним из первых в России начал использовать биометрические данные. Начиная с 2016 года с помощью биометрии банк предотвратил несколько десятков тысяч потенциально мошеннических сделок объемом около 3 миллиардов рублей. Использование биометрии абсолютно безопасно. Механизм удаленной идентификации защищен в соответствии с самыми высокими государственными стандартами безопасности. Персональные данные, такие как паспорт, снилс и прочие, в единой системе идентификации и аутентификации, биометрические – в единой биометрической системе. При этом последние они находятся без привязки к персональным данным, что повышает уровень безопасности. Сдать биометрические данные можно во флагманских клиентских центрах Почтобанка. В Рязани они находятся по адресам улицы Ленина, 12 и Первомайский проспект, 23. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка», недалеко от Рязани, в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Продолжение следует...